Добро пожаловать в наш канал! Интернациональная панель, поскольку мы хотим показать, как этот сложный вопрос работает или не работает, и почему не работает в большом количестве юрисдикций. Позвольте мне сначала представить наших выступающих сегодня. Господин Сид Брукс, судья Суда США по банкротным делам, штат Колорадо, не ошибаюсь, штат столетия независимости. Он специализируется на трансграничных реорганизациях и банкротствах, и реорганизациях в основном в контексте банкротства. Это как раз те темы, о которых сегодня господин Брукс будет говорить. И работают над этими темами, насколько я знаю, уже больше 20 лет, в том числе в плотном сотрудничестве и с российскими учеными, и с российскими судьями. Елена Мохова, кандидат юридических наук, кафедра международного права Российской академии правосудия и управления международного права и сотрудничества Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Елена является автором одной из самых авторитетных, я думаю, работ и глубоких работ в России по вопросам трансграничного банкротства, по одному из центральных вопросов в процедуре трансграничного банкротства. Елена сегодня именно по этому вопросу будет выступать. Иван Бакулев, начальник юридической службы компании «Полюс Золото», компания, которая прошла через процедуру трансграничной реорганизации путем обратного поглощения, рвёз стейковер, переместившись из России в Джерси. Поэтому нам особенно интересно будет сегодня услышать практическое видение начальника юридической службы компании, которая действительно на себе испытала все эти проблемы перемещения из одной юрисдикции. В другую. Родриго Кейсельян, один из ведущих юристов Бразилии, работающий над 15 из 20 крупнейших банкротных процессов, трансграничных процессов в Бразилии. Он специализируется на вопросах установления состава имущества банкротных компаний, находящегося в различных юрисдикциях, и включения такого имущества в единый процесс банкротства, что тоже представляет собой одну из самых сложных практических проблем в трансграничных банкротствах. И доктор Питер Ванд, советник международной юридической фирмы «Добиуэйзен Плимптон», он специализируется на вопросах корпоративного права в Европе, включая вопросы трансграничной реорганизации. И его доклад сегодня как раз будет посвящён тому, как компания перемещается из юрисдикции в юрисдикцию в рамках Европы. У нас будет практически две части нашей панели. Первая будет посвящена реорганизациям добровольным, когда компания «Редо Мицель» делает из одной юрисдикции в другую, либо делает добровольное слияние, либо разделение. И вторая часть будет посвящена банкротствам, в том числе реорганизациям в рамках банкротства, с участием компаний в различных юрисдикциях, либо при нахождении имущества в различных юрисдикциях у компаний, находящихся в процессе банкротства. Я призываю вас задавать вопросы, наверное, и по ходу доклада, чтобы пока мы далеко слишком от темы не ушли после каждого доклада, плюс после каждой части панели из этих двух частей. Ну и, естественно, у нас будет обсуждение после окончания панели. Постараемся максимально интерактивно сделать наше с вами общение. Поэтому, если есть вопрос, поднимайте руку, мы будем очень рады включиться в такое более интерактивное общение. С вашего позволения, я начну с выступления, с вопросов трансграничных реорганизаций в России. И в первую очередь, даже, наверное, задавая тон нашему дальнейшему обсуждению, мы с вами должны разобраться с терминологией, поскольку даже в рамках панели нашей у нас заняло некоторое время, чтобы понять друг друга с точки зрения, как минимум, терминологии, что такое реорганизация, что мы будем понимать под реорганизацией в рамках сегодняшней дискуссии. И, наверное, правильно будет нам с вами посмотреть на бизнес-цель, прежде чем давать какое-то юридическое определение, посмотреть, какую цель компания преследует, перемещаясь из юрисдикции в юрисдикцию, и потом уже для оформления этой цели найти надлежащие юридические механизмы. Поэтому сегодня мы будем говорить не о реорганизации в узком понимании этого слова, как российские юристы к этому привыкли, вернее, не только организации в узком смысле слова, это не только корпоративная реорганизация одной из пяти форм, как мы с вами знаем, из Гражданского кодекса, но мы посмотрим на эту тему чуть шире. Будем называть реорганизацией процесс перенесения бизнеса компаний из одной юрисдикции в другую. Под бизнесом, опять же, понимаем максимально широко, это и производственные какие-то процессы, и управленческие процессы, и торговые процессы. То есть любая часть бизнеса переносится из одной юрисдикции в другую путем создания новой компании в другой юрисдикции, наделения ее имуществом, либо частью имущества правопредшественника. Вот такое широкое определение мы для себя в качестве рабочего взяли, поэтому в рамках нашей сегодняшней дискуссии мы будем говорить, как я сказала, и о классических формах реорганизации, укропнении бизнеса через слияние и присоединение, разделение бизнеса через выделение и разделение, и преобразование. Но это классические формы, естественно, мы их упомянем, но также будем говорить о неклассических формах реорганизации в нашей с вами терминологии, включая и, например, редомицель компании, когда компания просто меняет место регистрации. То, что если случается внутри одной юрисдикции, обычно не считается реорганизацией, но если эта смена происходит через границу, редомицель происходит из одной стороны в другую, то это достаточно серьезный, сложный процесс, который мы для нашей с вами сегодняшней дискуссии тоже будем считать реорганизацией. Определившись терминами, давайте посмотрим, работает ли вообще, раз мы начали с российской юрисдикции, работает ли вообще трансграничная реорганизация в российском контексте. Основой для трансграничной реорганизации, раз мы считаем трансграничной реорганизацией перемещения бизнеса из одной юрисдикции в другую, являются две принципиальности, основополагающие свободы – свобода движения капитала и свобода учреждения юридических лиц. И в Европе, о которой мы сегодня много будем говорить, поскольку она, наверное, находится на одной из самых продвинутых стадий в вопросах трансграничных реорганизаций, именно эти две свободы в основу всех тех процессов, которые связаны с трансграничной реорганизацией и законодательных, и практических, положены. Именно на эти две свободы всегда ссылаются, они упомянуты и в договоре функционирования Европейского союза, и в преамбуле директива о трансграничных слияниях, о котором мы сегодня будем говорить, а также в тех судебных делах, которые принимаются по конкретным делам, когда реорганизация идёт вне рамок вот этого директива о трансграничных слияниях, а когда реорганизация иными формами происходит. Именно эти две свободы позволяют, как минимум, надеяться европейским компаниям, что они смогут провести перемещение бизнеса из одной юридикции в другую и ссылаться на эти свободы, если у них возникают на пути этого перемещения какие-то препятствия. Как мы с вами знаем, данные свободы уважаются, защищаются и в России тоже. Но работают ли в России, так же само, как в Европе, в других юрисдикциях, такие трансграничные реорганизации? Мы с вами, как российские юристы, знаем, что внутринациональная реорганизация – это уже огромная головная боль. И до недавнего времени существовало даже, может быть, отчасти миф, который сейчас уже более-менее развеян. Но еще лет 10, я помню, назад в нашей практике кто-то говорил, особенно иностранцы, что давайте мы посмотрим на возможность корпоративной реорганизации. Российские юристы все охватают за голову и говорили, только не реорганизация, потому что это настолько сложно и логистически, и юридически, и это настолько длинно по времени и непредсказуемо по результату, что лучше даже это не пытаться делать внутри юрисдикции. А когда на это наслаиваются еще и международные проблемы, о которых мы попозже говорим, это фактически становится неподъемной задачей. Ведь в центре реорганизации, даже внутринациональной, лежат, если бы меня попросили озвучить самые такие 3-4 основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться, они все взаимосвязаны, но тем не менее у меня бы получился, наверное, такой список. Первое – это проблема корректной передачи имущества, включая и расчет, коэффициент конвертации и так далее, все, что с этим связано. Вторая проблема – это проблема защиты прав кредиторов, которая, безусловно, с первой связана, потому что если мы с вами распределим имущество актива одной компании, пассива другой, здесь повод для защиты кредиторов возникнет. И во многом процедура реорганизации танцует именно вокруг защиты кредиторов. Третье – защита миноритарных участников, которые не согласны с реорганизацией и считают свои интересы нарушены. Четвертое – это уже механизмы и последствия оспаривания реорганизации, поскольку такое оспаривание и разворот реорганизации неизбежно будут влиять не только на саму саму компанию, участвующую в реорганизации, но и на большой круг третьих лиц, поэтому к такому оспариванию надо подходить максимально осторожно. Вот эти вот четыре проблемы, они для нас в российском праве, даже в внутренней национальных реорганизациях, были и остаются настолько сложными. И, как вы знаете, буквально недавно у нас изменения в главу у юридических лиц гражданского кодекса были приняты, кардинальные, очень серьёзные изменения, во многом позитивные, в большей части, даже, я бы сказала, в подавляющей части позитивные, были приняты, меняющие подходы к этим четырём вопросам. То есть мы пока, если сравнить с Европой, как вот сегодня будут коллеги говорить или Соединённые Штаты Америки, находимся в таком состоянии несколько детсадовском. Мы пытаемся разобраться с нашей внутренней реорганизацией, понять, как нам с кредиторами общаться, в каких случаях давать им защиту. Вот одно из тех изменений, я не буду в детали уходить, но буквально одно из тех изменений, которые вот только что приняли, что, например, при преобразовании для кредиторов не предоставляются те защиты, которые предоставляются в других реорганизациях. Казалось бы, банальная, понятная абсолютно мысль, мы почему только до неё сейчас дошли. Либо только сейчас мы с вами на уровне закона закрепили, что с кредиторами можно заранее договориться, что они не будут предъявлять свои требования о досрочном исполнении погашения обязательств возмещения убытков. А если так договорились, то это, естественно, вам даёт какую-то предсказуемость в процессе. В то время как до этого природа, правовая таких договорённостей, их последствия были неясны, и любая реорганизация была связана с непредсказуемостью поведения кредиторов в будущем. Мы с вами пытаемся разобраться с основами сначала ещё, до того, как подойти к трансграничным реорганизациям. В трансграничных реорганизациях, безусловно, все эти вопросы умножаются на количество юрисдикций, участвующих в реорганизации, поскольку реорганизация, как вы помните, на основе статьи 1202 ГК, это один из элементов объёма личного закона. То есть это всегда процесс, регулируемый законодательством страны, участвующей в реорганизации. Соответственно, как только несколько стран участвуют в реорганизации, неизбежно необходимо применять личный закон каждой из организаций, участвующих в реорганизации. Поэтому эти все проблемы, они помножаются, и как минимум технически, а как максимум и концептуально совместить эти процедуры практически становится невозможно. Но вдобавок к этому возникают вопросы, и налоговых последствий трансграничных реорганизаций. Потому что если здесь, с внутренней российскими реорганизациями, то более-менее всё просто, то вот как раз какие будут налоговые последствия при трансграничном перемещении бизнеса. Вопрос открытый и очень сложный. Ну и третий вопрос, который у российских юристов пока вызывает, может быть, несколько удивлений или улыбку, но он является одним из основных вопросов в Европе, который одним из основных препятствий трансграничных реорганизаций – это защита прав работников реорганизуемых компаний. Соответственно, вот в трансграничных реорганизациях это тоже очень серьёзная проблема. Соответственно, вопрос, а можно ли все эти проблемы в трансграничной реорганизации решить на национальном уровне, без наднационального регулирования. И я для себя пришла к выводу, что, наверное, нет. Если посмотреть на европейский опыт, ведь у них только сейчас более-менее они заработали процедуры трансграничных слияний, и они к этому шли практически полвека. Работа у них началась в 1965 году, когда началась разработка первой конвенции о трансграничных реорганизациях. Первый проект был опубликован через 8 лет, в 1973 году. С 8 лет только проект готовился. И проект так и не был принят. После бурных обсуждений попытки разработать наднациональный регулирование были оставлены. В 1978 году принимается директива о внутринациональных слияниях публичных компаний, но для иных компаний по-прежнему эта процедура не работает. Вторая попытка началась, вторая волна в 1984 году принять какой-то наднациональный регулированный уровень Европы опять не увенчалась успехом. И только уже в 2000-х годах, когда появилось понятие европейской компании, особый режим для европейской компании, и во многом на этой почве начало сближаться национальное законодательство европейских стран, появилась возможность разработать все-таки директиву о трансграничных слияниях, которая в 2005 году была принята, и Питер сегодня о ней будет рассказывать. Но даже эта директива покрывает далеко не все формы реорганизации, например, не применяется к редомицилю. По поводу редомицилю Европа по-прежнему, вот вне рамок европейской компании, для которой есть особо регулированная, Европа по-прежнему работает над директивой, которая регулировала бы процедуру редомицилю из одной европейской юрисдикции в другую. То есть вопрос по-прежнему в работе находится. И вот эти трансграничные реорганизации, в которых применяется директива, даже они не могли бы работать без двух еще директив, которые тоже были приняты, директива об участии работников и директива о налоговых последствиях слияния трансграничных. Вот только в комплексе такое наднациональное европейское регулирование позволило Европе сдвинуться с мертвой точки и начать вот эти трансграничные перемещения в бизнесе в более-менее прогнозируемом режиме, поскольку попытки, они, безусловно, были и до этого, но вот кроме как ссылки на свободу движения капитала, свободу учреждения, вот на что-то другое сослаться, а эта процедура достаточно техничная, где хорошо было бы не просто на общую свободу сослаться и иметь какое-то руководство к действию, а раньше было невозможно. И про Европу Питер более подробно расскажет, но я почему такой специальный заскок в нее сделала, просто показать, насколько это была сложная работа. У нас в России наднационального регулирования никакого нету, и сейчас в рамках реформы гражданского кодекса вопросы трансграничных реорганизаций тоже никак не поднимаются. И, к сожалению, молчит и доктрина тоже. То есть я вот просто принесла в качестве примера книга о европейских трансграничных реорганизациях, вот это просто одна из книг, где разбираются проблемы и с налогами связанные, и с корпорациями связанные, и отдельно регулированные национальными законодательствами. Когда наша с вами доктрина заработает примерно в таком же режиме, это может быть даст почву законодателю для того, чтобы какое-то регулирование принять в отсутствии регулирования. Как мне кажется, все-таки трансграничная реорганизация из-за несовместимости процедур, из-за того, что это чисто национальная лекса святать с личным законам каждой страны нормально работать не сможет. Вопрос, мог ли бы редомициль работать в России как отдельно самостоятельный вид реорганизации перемещения бизнеса. Здесь тоже наши европейские коллеги поподробнее расскажут, но те ситуации редомициля, которые у них сейчас практически есть, они в основном создались из-за того, что в Европе нет единого подхода к личному закону, применяется и закон управления, и закон инкорпорации. Соответственно, играя между этими двумя законами, появляется возможность переместиться из одной юрисдикции в другую, потому что если бы применялся только закон инкорпорации, например, во всех странах Европы, то редомициль, как таковой, без опять специального наднационального регулирования, был бы просто невозможен вне рамок ликвидации. Вам пришлось бы просто ликвидировать компанию в одной юрисдикции и учредить заново в другой, без правоприемства, без упрощенных процедур. Мы в России как раз находимся с вами в такой ситуации, мы четко придерживаемся, жестко придерживаемся критерия инкорпорации, говорим, что у нас личный закон связан именно с местом регистрации, поэтому если вы меняете место регистрации на другую страну, вы должны просто ликвидироваться в этой стране и заново учредиться в другой стране. Соответственно, без какого-то специального закона, который бы сказал, что не проходя через ликвидацию, это можно сделать, процедура просто становится невозможной. Потому что если с корпоративными реорганизациями можно как минимум потеоретизировать, потому что там основная проблема вне стыковки процедур, в том, что их нереально произвести, эти две реорганизации, с учетом двух, трех, четырех юрисдикций, то здесь, мне кажется, проблема даже не столько практическая, сколько просто из закона следующая невозможность такого редомициля. Это вот то, что у меня было сказать по российскому праву. Может быть, картина получилась слишком пессимистичной, поэтому я, с вашего позволения, слово передам Ивану, поскольку, как я сказала, их компания как раз прошла через эту процедуру и переместила бизнес из России в Джерси. И с вашего позволения, наверное, задам два таких больших вопроса, и как он захочет на любой из них ответить или на оба. Первое, есть ли какой-то вид трансграничных реорганизаций, которые, как вы полагаете, логично было бы имплементировать в российское законодательство? Действительно ли в отсутствии регулярного российского законодательства не работает? Или всё-таки как-то работает? И какие есть практические проблемы, поскольку вы самый большой практик среди нас всех, есть какие-то конкретно практические проблемы, с которыми компания сталкивается при трансграничной реорганизации? Спасибо большое, Алёна, за вопросы. Ну, из практического опыта я начну со второго. Компания наша действительно совершила так называемый переезд главной холдинговой компании из России на Джерси. В виде площадки была выбрана джерсийская компания, которая была уже на тот момент в зале стингована в Лондоне. Процедура эта достаточно с одной стороны сложная, но в ней она достаточно механическая и в принципе возможно это осуществить. В этом нету как бы особых проблем. На что хотелось бы обратить особое внимание при такого рода сделках, помимо достаточно больших сложных требований, определяемых в части раскрытия информации и соответствия этой сделки структуры акционерного капитала требованиям, которые предъявляются к той юрисдикции, куда компания перемещается, необходимо обращать по нашему мнению очень большое внимание на налоговые последствия этой сделки во всех юрисдикциях, в которых компания представлена, потому что могут быть самые неожиданные налоговые последствия, там, казалось бы, ничего не может случиться. Помимо науговых последствий, конечно же, надо обращать внимание на различные дополнительные сборы, которые могут возникнуть в новых юрисдикциях, в основном это касается сборов для акционеров, которые вроде должны в рамках этой сделки автоматически переезжать в новую юрисдикцию, но могут быть такие особенности так называемые там стемп-дьюзи, которые необходимо уплатить в новую юрисдикцию, которые могут вообще всю сделку поставить под угрозу целесообразности совершения, ввиду того, что эти суммы достаточно оказываются значительными. что касается затронутых тем, в том числе редмицилия, наверное, это один из таких наиболее интересных институтов, которые было бы, наверное, целесообразно имплементировать российское законодательство, потому что на фоне наших последних законодательных тенденций, как было отмечено в части реорганизации и в части так называемой реорганизации, диавшоризации, о которой все, наверное, слышали, и все внимательно следят за развитием событий, как будет развиваться эта законодательная инициатива, а что она в финальном итоге вылится, то процедура редмицилия, безусловно, была бы очень полезна и я думаю, что отчасти даже востребована. Главное, чтобы был инструмент, как его использовать. Я думаю, что юридическое сообщество с удовольствием научится и сможет это использовать. Интересно, что в основном как бы эти на текущий момент, ну, то, чем мы сталкивались на практике, офшорная юрисдикция не предоставляет возможность производить редмицили из одной в другую как бы без особых проблем, без прекращения юридического лица. И это достаточно, в общем, часто делается. Спасибо. Спасибо большое. У нас с вами, как вы помните, буквально на кончиках пальцев пример, появился первый прецедент редмицилия, такого топорного, политического, но тем не менее, с крымскими компаниями, когда у нас просто законным ростчерком пера было сказано, те, которые были украинские, теперь российские. в таком режиме в хорошем смысле слова нам с вами нужно двигаться, в смысле, что это должно быть слово законодательное, что можно, не проходя через ликвидацию, через прекращение юридического лица, стать юридическим лицом другого государства. Но в рамках нормального развития гражданского кодекса, как мы сказали, к сожалению, таких сложных инструментов пока не предусматривается, по-видимому, это вопрос будущего. Но мы сегодня уже упоминали пример Европы, а с вашего позволения давайте попросим Питера Ванда рассказать, а как и редомицы, и корпоративные реорганизации работают в Европе, как перемещаются бизнесы внутри Европейского Союза. Благодарю вас, дамы и господа. Меня попросили рассказать о той книге, которую вам только что Алена показала, и рассказать о ней на трех слайдах. У меня не получилось. Я подготовила шесть слайдов, на основании которых я постараюсь осветить некоторые аспекты к трансграничной реорганизации в Европе. Покажите, пожалуйста, слайды. Ну, сначала несколько слов об истории вопроса. Вы уже упомянули о проблеме инкорпорации, и что это значит для трансграничных реорганизаций. Затем я расскажу о том, что такое директива о трансграничных слияниях, и какие формы трансграничной реорганизации существует в ЕС. Затем поговорю о проблемах налогообложения. Проблема. Мы все хорошо знаем об этом, но важно подчеркнуть это, и достаточно ясно заявить об этом в начале. Компания это существа, которые создаются существуя благодаря национальному законодательству и праву. Они возникают благодаря тому, что национальное законодательство признает их, и определяет, что нужно сделать для того, чтобы инкорпорировать компанию. Национальное законодательство применимо к организациям, к юридическому лицу, и говорит о том, как компания должна функционировать. Это так называемый лексус и татас. И есть две основных теории, в соответствии с которым вы определяете, какое право применимо в трансграничном контексте. Это не вопрос корпоратива права, но вопрос частного международного права. Во-первых, есть теория инкорпорации. Вы перемещаете ваш главной офис из одной страны в другую. И это не сказывается на необходимости перемещения юридического лица, прекращения и возникновения. Россия следует этой теории, многие страны тоже. затем есть теория настоящего пребывания, местоположения. То есть, если вы перемещаете через границу главной офис, то вы теряете юридическое лицо в первой стране, по этому пути идет Германия. Что это на практике означает? Мы слышали здесь примеры российских компаний, которые переместились в Джерси, в США. И это было основано на теории инкорпорации. Если вы перемещаете российскую компанию, вернее, его главный офис из Москвы в Берлин, что же произойдет? Компания продолжает существовать с точки зрения российского права, как юридическое лицо. Но что же суды Германии будут думать и делать? Ответ прост и ужасен с точки зрения бизнеса. Германия признает российскую компанию с ограниченной ответственностью как гражданское партнерство в рамках гражданского права Германии. То есть неограниченная ответственность для акционеров, которые теперь рассматриваются как партнеры в рамках гражданского партнерства. И это не то, что вы как юристы и адвокаты хотели бы услышать. Это действительно очень мешает трансграничным реорганизациям. Это очень мешает свободе учреждения, передвижения капитала, свободного перемещения капитала и так далее. Европейский Союз понял это очень давно. И как вы правильно отметили в 60-х годах даже прошлое столетие, но потребовалось время для того, чтобы как-то ухватиться за эту проблему и начать ее решать. Что же сейчас у нас? У нас ограниченная гармонизация европейского корпоративного права. Оно основано на некоторых директивах, на некоторых нормативах. И у нас есть, и мы к этому вернемся несколько позже, у нас есть договор Европейского Союза, который в какой-то степени является Конституцией и помогает ликвидировать вот эти пробелы в гармонизации. И фокус этой гармонизации не только на корпоративном праве, но и на многих других важных проблемах, которые мы уже немного затронули. И это налоги, это участие сотрудников и предпринимателей и целый ряд других вопросов. Но, тем не менее, Европа напоминает вот такое лоскутное одеяло или коврик. И европейское корпоративное право работает как вот это лоскутное одеяло. Оно вас согревает, но состоит из разнородных кусочков, то есть из национальных законодательств. И только когда их сшивает вместе, оно работает. И сейчас вот очень трудно как-то сохранять вот это объединение вот этих всех лоскутов вместе. Мы сейчас об этом как раз и поговорим. У нас есть директивы по трансграничному слиянию. И на это потребовалось достаточно много времени, как вы видите. 1965-2005 год. И как Алена сказала, что было ключом к успеху этой директивы по трансграничному слиянию, это гармонизация внутренних режимов слияния. То есть в 1985 году, когда это произошло, на уровне национальных законодательств, которые были схожи, государства-члены могли подняться на следующий уровень и согласиться о трансграничном режиме. То есть начинается с уровня национального законодательства, гармонизация на этом уровне, а потом уже следующий уровень трансграничного уровня. и для этого требуется, чтобы компании удовлетворяли требования. Это компания с ограниченной ответственностью, у них должны быть офисы самых разных государств, и если вот эти предварительные условия удовлетворяются, то тогда применяется процедура, которая осуществляет все это. Как же она работает более подробно? С точки зрения компании все просто. по директиву каждая компания, которая осуществляет слияние, руководствуется положением своего национального права. То есть вы делаете все то, что требуется с точки зрения национального права. У вас есть компания с ограниченной ответственностью в Великобритании, есть в Германии, вы хотите осуществить слияние и перевести компанию из Германии из Великобритании в Германии. То есть со стороны Соединенного Королевства вы делаете все, что требуется по ее законодательству и с точки зрения Германии вы делаете то же самое. То есть одобрение аукционеров, валидации и так далее. Все, что требуется на национальном гармонизированном уровне законодательства. Также необходимо применять участие. Участие не является проблемой в Соединенном Королевстве, но это большая проблема в Германии. Затем мы смотрим на компетентной национальной власти. Есть два уровня рассмотрения. В Великобритании компания обратится к своим органам уполномоченным, а компания в Германии обратится к коммерческому регистру Германии и получит подтверждение слияния там. И те, и те национальные органы будут смотреть на соответственно национальным требованиям. Что логично, почему в Германии должны учитывать требования Великобритании, вообще понятия о них не имеют. Поэтому национальное рассмотрение на первом уровне проходит именно так. А на втором уровне, когда компетентные органы и Великобритании закончили свою работу, они направляют данные в суд Германии, который имеет компетенцию для этого, потому что компания находится в Германии уже, и они должны признать то, что было сделано в Великобритании, подтвердить валидацию и соответствие права Германии. Европа является здесь не только исключением, но и также правилом для улучшения. Сейчас Еврокомиссия изучает определенные области, в которых применяются определенные процедуры в течение нескольких лет и которые могут быть усовершенствованы. Первый вопрос это отсутствие гармонизации в том, что касается методов оценки. Вам необходимо провести оценку активов обеих компаний для того, чтобы определить их стоимость. То есть этот вопрос достаточно сложный не только с корпоративного точки зрения налогообложения, трудового законодательства, но и также с точки зрения бухгалтерии. Вам необходимо решать эти проблемы поочередно, когда вы хотите обеспечить надлежащий трансграничный режим. Трансграничное слияние это также используется для достижения определенных результатов, которые первоначально и не преследовались, как я уже говорил. Основное внимание европейского законодательства касается компаний с ограниченной ответственностью. И это применяется только к этим компаниям. Что вы делаете, если у вас товарищество или другие виды компании? Вы применяете эту директиву, но вам приходится менять форму компаний с ограниченной ответственностью с соответствующим изменением протокола. Юристы должны быть достаточно творчески подходить к этому вопросу для того, чтобы предусмотреть другие сценарии, которые возможны в данном контексте. Что мы еще, с чем еще сталкиваемся в ЕС? Здесь можно обеспечить трансграничное слияние по другим юрисдикциям, в частности образования европейских компаний, так называемые СИ. Но проблема с этим режимом, который использовался до принятия соответствующей директивы, то есть когда вы работаете в процессе СИ, что является результатом этого процесса, то вы сталкиваетесь с другими альтернативными. Другие альтернативы, когда вы хотите перевести свою штаб-квартиру из одной юрисдикции в другую юрисдикцию, это также использование гармонизированного режима, применяемого к европейским компаниям. Проблема заключается в том, что вам необходимо иметь европейскую компанию, и затем вы тогда используете положение договора. Вы все слышали о тех решениях, которые были приняты Севик, юрисдикции, европейский суд рассматривал в большинстве случаях, что несмотря на то, что директивы не применяются, директивы по трансграничному слиянию не применяются, и поскольку она не применялась, тем не менее, перенос штаб-квартиры компаний из одной юрисдикции в другую юрисдикцию должен быть учитываться на основе европейского договора. Проблема заключается в следующем, что положение европейского суда позволяет вам это сделать и требует, чтобы национальные власти также признавали этот результат. Но как судья или госслужащие национального органа власти вы не знаете, каким образом это работает. И здесь юристы должны составлять контракт на основании как законов, применяемых закон, национального законства, так и основных принципов. И здесь иногда требуется ждать решения суда. Если вы попросите меня дать совет своему клиенту, я бы посоветовал применять директиву трансграничного слияния, это набор правил и не целесообразно полагаться только на положение договора. Есть другие процедуры реструктуризации в трансграничном контексте, которые я не буду обсуждать. Я хотел бы еще коснуться налоговой системы. Очень важно, когда вы переносите компанию из одной юрисдикции в другую, то есть когда происходит слияние фактически, результаты с точки зрения налогообложения должны быть нейтральными. С одной стороны, вы платите налоги и у вас нет никаких скрытых активов для этого. Здесь также необходимо учитывать и другие вопросы. Хотел бы в завершение привести вам пример тип вопросов, которые часто возникают в этой связи. Давайте рассмотрим пример английской компании, которая сливается с немецкой компанией. В Великобритании у вас есть производственные мощности, которые остаются на территории Великобритании. С другой стороны, налоги на спиртные ресурсы, скрытые ресурсы остаются нейтральными. То есть, ничто не происходит с этой стороны, за исключением одного аспекта. Интеллектуальная собственность рассматривается так же будет, как перемещаемая в новую штаб-квартиру. То есть, интеллектуальная собственность покидает юрисдикцию Великобритании и компания должна оплатить налоги по данным моей интеллектуальной собственности. Это скрытые ресурсы. И давайте посмотрим на фармацевтический сектор в этой связи, который, например, в контексте, когда компания не решается в этом случае на слияние. Благодарю вас, надеюсь, что у вас теперь сложилось понимание той системы, которая у нас работает. Режим лоскутного одеяла. Я боюсь сказать, что в других частях мира скорее даже и лоскутного одеяла нет. Мы с вами закончили буквально разговор про трансграничные реорганизации в добровольном режиме. Сейчас продолжим разговор о реорганизациях трансграничных уже в контекстном банкротстве. В банкротном контексте. Если у вас какие-то вопросы есть по добровольным ликвидациям, пока мы далеко не ушли, может быть, кому-то из выступающих вы хотели бы адресовать ваш вопрос. Пока вопросов нет, в любом случае и по этой части панели тоже мы с вами обсудим, если будут какие-то вопросы уже по окончании дискуссии. С вашего позволения, я тогда хотела бы передать слово Елене Моховой и попросить ее начать разговор о трансграничных банкротствах. В чем проблема трансграничных банкротств? Такая же проблема как и с трансграничными реорганизациями, отсутствие унифицированного регулирования, либо проблематика несколько иная, проблема в соотносимости режимов, либо там какие-то свои вопросы возникают, работают ли трансграничные банкротства в России. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня была подготовлена небольшая презентация, не знаю, удастся ли ее запустить, я пока не вижу. Так, давайте попробуем что-то сделать. Да, спасибо большое. Итак, я предлагаю обсудить ряд аспектов трансграничных банкротств, и давайте обозначим за основу, что под трансграничными банкротствами мы будем понимать такие ситуации, при которых у должника активы находятся более чем в одном государстве, либо у кредиторов и должника разногосударственная принадлежность. Можно дополнительные иностранные элементы вводить в эту конструкцию, важно следующее, во всех случаях потенциально два и более правопорядка становятся применимыми к вопросам несостоятельности, либо к вопросам связанным с несостоятельностью. Это порождает ряд проблем, о которых мы поговорим далее. Вы знаете, в России эта тема не получила на данный момент еще должного освещения, Алена нам продемонстрировала фундаментальный труд, посвященный вопросам реорганизации, вы знаете, за рубежом не меньшие фолианты были написаны по вопросам трансграничных банкротств, в России мы пока только стремимся, я прошу прощения, меня не слышали? Спасибо, спасибо. Итак, в России мы пока только стремимся к тому, чтобы создать обширную теоретическую базу, и я всех коллег призываю также к этому процессу осмысливать вопросы трансграничных банкротств, и, соответственно, свои мнения каким-то образом в статьях либо в рамках дискуссии, в том числе в сегодняшней панели высказать. И я бы предложила вот в каком контексте построить нашу дискуссию. Трансграничные банкротства, проблематика, которая возникает в связи с ними, могут быть условно поделены на вопросы глобального масштаба и вопросы условно локального масштаба. Локального не значит легкого, не значит, что они простые, но они, возможно, более знакомы юристам, практикующим в России. Когда мы говорим о проблемах глобального масштаба, давайте выделим три концептуальные сложности, которые возникают при трансграничной несостоятельности. Первое. Это множественность производств в отношении одного и того же должника, либо в отношении различных компаний, входящих в единую группу. Эти производства возбуждаются в различных юрисдикциях, и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что единый экономический субстрат в действительности вовлечен в несколько производств по делу о банкротстве. К чему это приводит? Вот на таких вот простых картинках два дела, которые нам покажут возникающие сложности. Главная сложность это минимизация стоимости активов. Очень известный пример дело компании КПН Квест банкротилась группа компаний, есть не новый, но он очень хорошо нам показывает, что происходит. Группа компаний владела кабелем, опоясывающим территорию различных европейских государств. Немецкая компания ей принадлежала часть кабеля, которая находится на территории Германии, французская часть на территории Франции и так далее. Когда группа начала испытывать финансовые сложности, были возбуждены производства по делу о банкротстве каждая в отдельном государстве, и этот кабель он реализовывался по частям. И одно дело, если это единый имущественный комплекс и опоясывающий территорию различных государств кабель, а другое дело, когда это небольшие его кусочки, стоимость активов была существенным образом потеряла в цене. Другой пример, со знаком плюс я его привожу, когда удалось реализовать, не потеряв стоимости имущества, несмотря на большое количество производства по делу. Это банкротство группы компаний Коллинз и Эйкман было вовлечено 24 компании, основное производство было возбуждено в Великобритании, и что примечательно, ряд кредиторов в Соединенных Штатах Америки отказались от возбуждения вторичных производств в США, несмотря на то, что с точки зрения американского права, исходя из очередности удовлетворения требований по американскому праву. Эти кредиторы в своем американском производстве находились бы в более привилегированном положении, они отказались от того, чтобы инициировать там производство, для того, чтобы все активы, в том числе американские, реализовывались в рамках единого производства в Великобритании. И эта позиция, эта стратегия оказалась выигрышной, поскольку стоимость в итоге реализации активов, по крайней мере, как свидетельствуют специалисты, она превышала все возможные экспертные оценки, и кредиторы, которые отказались от вторичных производств, оказались выигрыши в итоге. Таким образом, множественность производств с неизбежностью у нас приводит к рискам дробления активов и их сепаратной продажи, минимизирует их стоимость, и должны быть созданы специальные инструменты для преодоления вот такой вот минимизации стоимости активов. Какие же могут быть здесь инструменты? Это, как правило, процедуры координации различных производств. В Куларах мы уже обсуждали сегодня с коллегами проблему дела Лимон-Братерс, крупнейшее на сегодняшний день банкротство, в рамках которого было возбуждено 75 производств в 16 юрисдикциях. И это дело очень известно и примечательно как раз тем, что в рамках вот этого большого количества банкротств администраторы смогли заключить протоколы сотрудничества и договориться об определенной координации в рамках столь большого количества производств. Что мы можем сказать, коль скоро мы говорим о Российской Федерации? У нас не создано на сегодняшний день правового инструментария для заключения подобных протоколов в сотрудничестве. Если, например, мы беседуем с судьями по этому вопросу, они задаются вопросом, а какова юридическая сила этих протоколов? Что из себя он будет представлять? Как его должен суд заключать или утверждать? И так далее. То есть на сегодняшний день Российская Федерация может только понаблюдать за этим зарубежным опытом и четкого правового инструментария для координации производств у нас пока нет. Возможно, когда появятся столь острые проблемы и Российская Федерация также будет вовлечена, юрисдикция будет вовлечена в крупнейшее банкротство, этот вопрос выйдет на первый план. Да, у нас есть институт правовой помощи, но он не настолько эффективен, он не является специальным. И, конечно, здесь зарубежный опыт примечателен. Вторая крупная проблема глобального масштаба, которую мы не можем обойти вниманием, это проблема форум-шоппинга и банкротного туризма. На сегодняшний день она стала очень популярной, возможно, вы слышали, банкротство в Великобритании господина Кехмана, который владеет, является собственником компании по продаже фруктов. И Российская Федерация тем самым у нас как раз вовлечена на сегодняшний день и вопросы конкуренции регулирования, и вопросы миграции должников, и банкротного туризма. Что произошло? Собственник компании инициировал в суде Великобритании процедуру собственного банкротства. Тем самым, получая судебное решение английского суда, на территории всех государств, где оно будет исполнимо, он защитит свои активы от возможных судебных актов со стороны российских судов, которые могут быть вынесены, да, безусловно, не в отношении его самого, персональное банкротство на сегодняшний день у нас не введено, но в отношении компании, которая явно испытывала сложности в России. Он мог быть привлечен в качестве лица, контролирующего эту компанию, к субсидиарной ответственности, и вот если такие судебные решения можно было бы исполнять за рубежом, господину Кепману, по-видимому, захотелось защитить свои активы от экзекватуры российских судебных решений, что он и пытался сделать, инициировав производство в суде Великобритании. И для того, чтобы мы с вами понимали потенциал конкуренции юрисдикции, и для того, чтобы мы понимали с вами масштабы того, какой форум шоппинг может быть у должника, я привожу цитату из судебного акта английского суди, который, мотивируя свою юрисдикцию, говорит о том, что в праве английский суд возбуждать производство по делу о банкротстве в том случае, когда у должника или у кредиторов будут возникать определенные выгоды, а также для восполнения лакуны, которая есть в иностранном праве. Таким образом, мы оказываемся в очень интересной ситуации, я имею в виду Российскую Федерацию, если у нас нет оптимального правового регулирования, а по мнению иностранного суди у них оптимальное правовое регулирование создано, то это, по сути дела, уже рассматривается в качестве фактора, дающего возможность иностранному суду, при наличии еще какой-либо объективной минимальной связи с иностранным правопорядком, дающей возможность иностранному суду возбудить дело о несостоятельности. Это огромный потенциал выбора юрисдикций для должников и видится, что после дела господина Кехмана Российская Федерация не может игнорировать эти процессы, она не может оставаться в стороне, поскольку дело, судебный акт английского суда обжаловали крупнейшие кредиторы, это Сбербанк Лизинг, и они боролись в английском суде для того, чтобы доказать, что господин Кехман на самом деле банкротный турист, что не имеет он связи с правопорядком Великобритании, весь бизнес у него в России, и не должен он здесь банкротиться, но английский суд не согласился с таким доводом, посчитав, что часть активов за рубежом у господина Кехмана есть, а в России господин Кехман банкротиться не может, и поэтому английский суд вполне признал себя компетентным инициировать и вести эту процедуру. Итак, Россия вовлечена, Россия в мировой конкуренции регулирования, и форум шоппинг непосредственно касается и российских кредиторов, и российских должников. Чем обусловлен этот форум шоппинг? Он обусловлен тем, что юрисдикции различных государств наслаиваются друг на друга. Каждое государство самостоятельно определяет пределы своей юрисдикции в отношении того, какие должники могут банкротиться на ее территории. В Европейском Союзе этот вопрос унифицирован. Речь идет о регламенте 1346-2000, где европейские государства имеют единообразное правило о том, что производство будет возбуждаться на территории той страны, где находится так называемый центр основных интересов должника. Коми-стандарт. Я слышу, что некоторые коллеги уже сталкивались с этой проблемой. Итак, там, где находится Коми-стандарт. Казалось бы, прекрасно. Европа нашла для себя выход. Мировая практика поддерживает Коми-стандарт. Он есть и в типовом законе юнцитрала трансграничных банкротств. Все государства, инкорпорировавшие типовой закон юнцитрал, также используют Коми-стандарт. Это США, Великобритания. Казалось бы, наверное, должен прийти конец форум-шоппингу. Но в действительности, когда мы анализируем Коми-стандарт, мы открываем еще больший потенциал для форум-шоппинга. Что такое Коми-стандарт? Презумпция, что Коми находится в месте инкорпорации должника, но если будет доказано, что он вел свой бизнес и управлял своими делами с территории другого государства, и это было очевидно его кредитором, то есть это был, по сути дела, открытый, открытый, публичный штаб-квартира, то в таком случае можно доказать, что Коми находился как раз вот в этом государстве место управления, так называемый государство нервный центр, государство местонахождения нервного центра компании. Как вы понимаете, если мы даже можем проводить реинкорпорацию, то есть и она нестабильна, то что уж говорить о переносе, штаб-квартира, о переносе функций органов управления из государства в государство. Это мобильный критерий. Это стало приводить к тому, что менеджмент компаний, максимально осведомленный о финансовом положении своей собственной структуры, он стал в преддверии банкротства переносить Коми из государства в государство. Известно, что, как отмечают специалисты, Великобритания стала вот этим оазисом для банкротного туризма, довольно часто в первые годы формирования четких критериев применения Коми Великобритания переключала юрисдикцию в свою пользу. И почему плохо? Ну, я думаю, всем очевидно и бизнесу в первую очередь. Кредит компания получает под 1% с учетом правовых рисков банкротства по одному правопорядку. Давайте, пусть это будет про должниковский, как выгодный для должника. Ой, прошу прощения, про кредиторский, как выгодный для кредиторов. В преддверии банкротства картина существенно меняется. Банкротное право переключилось на продолжниковское и, возможно, если бы кредиторы знали об этом заранее, они бы совсем другую стоимость кредита выдвинули. Это только лишь один из аспектов, который существенно меняет картинку для важных игроков в бизнесе и который необходимо учитывать. Банкротный туризм, он снижает, существенно снижает предсказуемость для всех участников, для кредиторов, в определенных случаях для должника и так далее. И вернемся снова к делу господина Хекмана, как раз российские кредиторы оказались вот в этом сложном положении, банкротный туризм сыграл против них. Я сразу же отмечу, в определенных случаях банкротный туризм и эмиграция должников, как отмечают специалисты, особенно в Европе, может приводить к плюсам. И на самом деле дело Коллинс и Эйкмана, о котором я уже говорила, где было единое производство в Великобритании, нам свидетельствует о том, что мудрое использование правового инструментария в виде протоколов в сотрудничестве дает свою выгоду и перемещение в ту юрисдикцию, которая в данном случае в Великобритании готова была учесть интересы всех кредиторов, готова была учесть протоколы о сотрудничестве, повлияло позитивно на общую выручку, на общий итог производства по делу о банкротстве. Поэтому форум шоппинг имеет и позитивные, и негативные оттенки. Но пока у нас нет правового регулирования, скорее всего, мы будем страдать от миграции должников в юрисдикции, в иные юрисдикции, потому что элементарно это мешает, это нивелирует предсказуемость правового регулирования. И сейчас несколько слов о том, что у нас происходит в Российской Федерации. Это как раз, возможно, вопросы трансграничного банкротства локального масштаба. Не менее сложное, но я думаю, что очень многие юристы практикующие с ними сталкивались. О чем идет речь? Речь идет о простых вопросах, которые могут возникать в любом деле о банкротстве, в вопросах определения применимого права. Например, если устанавливаются требования должника, подчиненные иностранному праву. Если в деле о банкротстве оспаривается сделка, которая была заключена с иностранным кредитором, подчинена иностранному праву, у нас снова возникает столкновение правопорядков банкротное и право, применимое к сделке. Если возникают вопросы извещения иностранных лиц, участвующих в деле о банкротстве, это все случаи, казалось бы, они не порождают большого количества производств, необходимости их координации, но это все вопросы трансграничного банкротства. И мы сразу же должны отметить, что в Российской Федерации у нас крайне не развито правовое регулирование. То есть, если вопросы реорганизации здесь можно хоть как-то похвастаться внесением изменений в гражданский кодекс, то трансграничное банкротство совершенно не может похвалиться какими-то достижениями. И несколько статей упоминания самого термина трансграничная несостоятельность не более того, что нам дает федеральный закон о несостоятельности банкротства. Но что примечательно, отсутствие правового регулирования, конечно, не изолирует Россию. И, конечно, судебная практика стала появляться. Это означает, что формирование правовых позиций пусть медленно, но идет, но происходит оно от кейса к кейсу, от случая к случаю. Дела доходят до высших судебных инстанций, которые и вводят в оборот, чуть подробнее расскажу об одном деле, вводят в оборот те или иные позиции. С одной стороны, это позитивная динамика, это тоже путь, но с другой стороны, это опять же нивелирует предсказуемость. Предсказуемость на очень низком уровне, предсказуемость для всех участников, для иностранных инвесторов, должников, кредиторов, всех, кто так или иначе может столкнуться с проблемами трансграничных банкротств. И если мы говорим о Российской Федерации, давайте сделаем вводное замечание. Четыре главных вопроса, которые возникают в трансграничном банкротстве. Вопрос о компетентном суде, вопрос о применимом праве, вопрос о сотрудничестве судов и вопрос о признании иностранных банкротств. Вот в самом таком упрощенном виде. И в Российской Федерации на два из этих вопроса уже стали формироваться ответы, а два находятся, на мой взгляд, в сфере абсолютного правового вакуума. Я прошу прощения, я обращусь к модератору, как у нас со временем, то есть можем ли мы посмотреть кейсы чуть более подробно. Итак, сначала мы поговорим об ответах на те два вопроса, которые судебная практика нам так или иначе дает. Самыми первыми делами, которые стали появляться в России, это были дела о признании иностранных банкротств. Производство возбуждено за рубежом, что делать, если активы находятся в России. И практикой рассмотрения такого рода дел обнаружило, что в Российской Федерации достаточно закрытый режим. Я думаю, что все сталкивались с общими вопросами признания исполнения иностранных судебных решений и получения экзекватуры. И мы с вами знаем, что совсем недавно состоялся первый прецедент, который широко толковал международный договор, и, наконец-то, высшарбитражный суд дал возможность признания приведения в исполнении в отсутствие международного договора иностранного судебного решения. Эта проблема, она также касается и признания приведения в исполнении решений по делам о несостоятельности. Несмотря на то, что Федеральный закон о несостоятельности и банкротстве предлагает нам специальную норму и говорит о том, что в отсутствии международного договора действует принцип взаимности. Казалось бы, какой большой плюс, но, а как мы будем доказывать эту взаимность? Как мы будем демонстрировать, что российские банкротства признаются за рубежом и так далее? Ответов на эти вопросы на сегодняшний день нет. И есть еще одна проблема, они уже неоднократно говорили специалисты, это как раз та часть банкротств трансграничных, которая получила свое освещение. Это проблема признания только финальных судебных актов по делам о несостоятельности и банкротстве. Пункт 6 статьи 1 федерального закона говорит о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений. Определение, подчеркиваю, украинского суда о введении моратории в отношении украинской компании «Энергоатом» по этой простой формальной причине не получило признания и получило экзеклатуры в Российской Федерации, потому что это не финальный судебный акт. Это очень опасная позиция, поскольку если мы будем так узко толковать финальность и рассматривать, по сути дела, только решение признания лица банкротом, то оно уже потеряет всякий смысл для должников и кредиторов. Не будет активов к этому моменту, вы же понимаете прекрасно, ничего уже не будет в России, уже не будет никакого юридического смысла получать экзеклатуру. Но видится, что это решение, решение этой проблемы, все-таки судебная практика может с ним справиться путем более лояльного толкования имеющихся категорий в российском законодательстве, поскольку так или иначе режим признания иностранных банкротств все-таки создан, но он закрыт. Ответ на второй вопрос о применимом праве. Если вы посмотрите на раздел 6 части 3 Гражданского кодекса, вы не обнаружите специальных коллизионных норм, касающихся банкротства. 1202 у нас говорит о личном законе юридического лица, но банкротство она, естественно, не затрагивает. Во всем мире действует базовая привязка Lex Fori Concursus применение права вместо возбуждения производства по делу. У нас юрисдикция и применимое право очень тесно связаны. Вот Российская Федерация на сегодняшний день может похвастаться тем, что Lex Fori Concursus вошел в оборот и зафиксирован в постановлении президиума ВАСРФ по делу банка Снорос. Очень краткая фабула дела. Иностранный банк в процедуре банкротства. В преддверии банкротства российский кредитор российский должник банка прошу прощения приобретает право требования к этому банку у иного лица и заявляет о зачете. По иностранному праву такой зачет невозможен. Арбитражный управляющий обращается в российский суд за рамками дела о банкротстве с заявлением об оспаривании этой сделки. И перед чем перед каким выбором у нас оказывается в этой ситуации российский суд. У нас нет специального коллизионного регулирования. А какое право должно применяться? Можем ли мы применить например специальное основание иностранного банкротного права для оспаривания такой сделки? Если можем то на каких правовых основах? И российский суд в этой ситуации признал что все-таки лекс фори конкурсус не может игнорироваться и лекс фори конкурсус должно применяться. Шаг да шаг. Но есть у нас одно большое но связано оно с тем что применение лекс фори конкурсус было установлено для оспаривания совершенно особого рода сделок это сделки зачета. Зачет за рубежом находится под очень сильной охраной правопорядка и при оспаривании сделок зачета в банкротстве он выступает в самом общем виде исключением из лекс фори конкурсус и защищается дополнительными правопорядками. Иначе говоря если за рубежом вы хотите оспорить зачет нужно посмотреть противоречит ли он лекс фори конкурсус и дополнительно право применимого к праву требования должника и только в случае вот такой вот двойной оспоримости мы можем говорить о том что зачет может быть оспорен. Получается что Российская Федерация с одной стороны сделала шаг вперед а с другой стороны шаг назад поскольку общая норма была установлена для очень специальных видов правоотношений. Я думаю что это дело еще найдет своих комментаторов будет еще достаточно много исследований и хочется верить поскольку дело Банка Сноурос очень оживило обсуждение проблем трансграничной несостоятельности среди российских специалистов. И буквально несколько слов о тех вопросах я прошу прощения о тех вопросах которые находятся все-таки в сфере абсолютной правовой лакуны в Российской Федерации. Один из них я уже о нем сказала это отсутствие правового инструментария для заключения протоколов о сотрудничестве судов. Правовая помощь в делах о трансграничной несостоятельности должна носить совершенно иной рот то есть это не просто исполнение судебных поручений одного суда другим судом это должны быть более оперативные более диспозитивные меры и для того чтобы они применялись в процессе для этого должна быть специальная правовая база. На слайде этот вопрос стоит вторым и наконец первый вопрос один из ключевых у нас нет адекватного разграничения юрисдикции у нас нет возможности банкротить иностранных лиц и вот смотрите здесь что получается закрытый режим признания иностранных банкротств и невозможность банкротить иностранцев ну сразу же сделаем шажок офшорной компании у нас приводит к тому что Россия в России активы таких иностранных нерадивых должников они просто в недосягаемости права банкротного как иностранного так и права российского банкротного мы здесь не можем применять российское банкротное право мы с трудом признаем последствия иностранных банкротств это не очень хорошая ситуация вряд ли государство должно быть гаванью для вот такой вот банкротной гаванью для изолирования активов и для их недосягаемости и вы знаете судебная практика реагирует на это Дело компании «Аксай», там достаточно большое количество дел в судебной системе, в различных округах. Если очень кратко, в судах в Ирландии было возбуждено производство по делу о несостоятельности, и там же были инициированы процедуры по оспариванию большого количества сделок, которые в преддверии банкротства были заключены, то есть отчуждались активы, расположенные на территории Российской Федерации, за счет передачи долей участия в юридических лицах. Впоследствии тут же заключались сделки, и конечными бенефициарами становились офшорные компании, и арбитражный управляющий, после того, как было инициировано в Ирландии дело о банкротстве, он столкнулся с тем, что ему нужно как-то их оспаривать. И вот эти вот кейсы как раз обнаруживают, что Российская Федерация в отсутствии специального правового регулирования, она создает существенное препятствие для признания иностранного банкротства, для адекватного режима трансграничного банкротства, и создает возможность для недобросовестного вывода активов через свою юрисдикцию. Это не очень правильно, этим нужно заниматься. Должны быть созданы вот такие вот фолианты, теоретические основы, и дискуссии проводятся, это все должно обсуждаться для того, чтобы предложить какие-то адекватные меры реагирования. Ну, в самом общем виде, о чем мы можем сказать? Мы можем сказать о том, что давайте хотя бы внесем изменения в гражданский кодекс, в раздел 6, и четко установим коллизионное регулирование для трансграничных банкротств. Давайте хотя бы точечно внесем изменения в закон о несостоятельности и банкротстве в части признания иностранных банкротств. Пусть этот механизм будет более четок, более прозрачен, и хотя бы, пусть он касается не только финальных судебных актов. Конечно, неплохо было бы принять специальный федеральный закон о трансграничной несостоятельности. Более того, над проектом его работа шла в течение четырех лет, и различные ведомства его обсуждали, но вы знаете, на финальном этапе была прекращена разработка, и в первую очередь в связи с тем, что юридическая общественность, по-видимому, не знает еще таких правовых конструкций. Поскольку довелось участвовать в рассмотрении этих документов, вы знаете, очень большой вопрос вызывал у всех ведомств вопрос, что такое Коми-стандарт, что такое центр основных интересов, как мы будем его применять. И в итоге сейчас работа над законопроектом заморожена, но хочется верить, что когда-то она будет возобновлена. И, наконец, давайте не обойдем вниманием еще одну проблему, это создание единого экономического пространства на территории Евразес. Вот где нам пригодится опыт Европейского Союза в первую очередь, поскольку если мы создаем очень такую серьезную интеграцию, и у нас будет свобода перемещения труда и капитала, у нас будут открытые рынки, то вопрос о глобальности банкротств, он точно так же там встанет, и это также будет очень острая проблема. Тесная интеграция рынков, сразу же и параллельное производство породит и так далее. Поэтому, возможно, несмотря на то, что сегодня перспектива создания международного договора, скорее, это некий далекий идеал, но, возможно, в рамках Евразеса нам стоит подумать и об этом. И, конечно, наполнение содержательно этих законодательных актов, либо международных договоров нуждается в уточнении, но вот для того мы с вами собираемся, чтобы обсуждать, что должно войти во все эти документы. В самом общем виде, наверное, это все. Спасибо большое. Если будут вопросы, я готова на них. Спасибо огромное, Елена. Время неумолимо бежит, но у меня просто язык не поворачивался прерывать, настолько было интересно и глубоко. И, как вы, наверное, тоже все почувствовали, у меня устойчивое ощущение сложилось, что если по теме добровольных реорганизаций мы с вами в группе «Ясельки» детского сада, здесь у нас уже такая подготовительная группа, но во-прежнему еще детского сада. Как минимум судебная практика уже предлагает какие-то выходы, хотя бы по некоторым вопросам, хотя, конечно, одна судебная практика со всеми этими вопросами не справится. Безусловно, нужно вмешательство законодателя, а законодатель тоже неблагом не должен действовать, но должен действовать на основе доктринальных разработок, поэтому этот вопрос возвращается к нам с вами обратно. Давайте работать над темой, с учетом в том числе и зарубежного опыта, и, может быть, действительно Еврозес – это то пространство, в рамках которого мы могли бы поэкспериментировать, как бы это странно ни звучало, но, тем не менее, и с трансграничными реорганизациями, и с трансграничными банкротствами, и какой-то степени унификации достичь, и как минимум потренироваться, посмотреть, насколько мы действительно можем охватить эти темы, для того чтобы уже в глобальное мировое пространство включиться в трансграничные реорганизации, банкротства в широком смысле слова. С вашего позволения, я тогда передаю слово господину Бруксу, которому мы попросим рассказать, как трансграничные банкротства работают в Соединенных Штатах Америки. Есть ли там и локальные вопросы трансграничного банкротства, о которых Елена говорила применительно к России, и транснациональные вопросы. Слово вам, господин Брукс. Большое спасибо. Я очень рад тому, что я приехал сюда. Для меня большая честь быть здесь. И мне бы хотелось начать с того, что я думаю, что комментарии к госпоже Моховой настолько хороши, настолько правильным в настоящий момент, когда эти принципы, о которых она говорила, вопросы, которые она поднимала, все было настолько хорошо. Я бы хотел применить все то, что она говорила, как часть моей презентации. Тогда я очень хорошо использую то ограниченное время, которое для меня осталось. Я постараюсь ответить кратко на вопрос. Моя точка зрения основывается на том, что я являюсь судью по делам о банкротстве в Соединенных Штатах. И у нас достаточно сложная, достаточно детализированная система реорганизации бизнеса. И это все идет под надзором суда. Мы называем это действием в соответствии с частью 11 по защите бизнеса. Потому что бизнес добровольно выбирает банкротство. И суд защищает бизнес, чтобы у бизнеса было время и были возможности. И даже новое свежее финансирование для того, чтобы провести реорганизацию. И это может быть слияние, это может быть продажа, это может быть приобретение поглощения. Это все находится под защитой суда. Но, конечно, существует слияние поглощения, которые совершенно без суда проходят. И это не отслеживает суд. Но так как у нас существует система добровольного банкротства в целях реорганизации бизнеса, многие из них стараются получить защиту суда для того, чтобы их защитили от кредиторов в тот момент, когда они пытаются договориться провести переговоры. И очень много очень интересных, очень полезных комментариев было сегодня. И это приводит к тому, что мне хочется тоже высказаться о многом. И я представил содержание, ну даже не книги, наверное, статьи, в которой я обсуждаю. Я обсуждаю трансграничные, транснациональные банкротства в Соединенных Штатах. Как развивается работа, как все это проходит в течение нескольких лет. У нас существует закон ИОНСИТРАЛ. И мы приняли положение этого модельного закона ИОНСИТРАЛ. для того, чтобы у нас была возможность заниматься транснациональными банкротствами, делами о банкротстве. И госпожа Мохова говорила замечательно о туризме банкротства. И это действительно трансграничные дела о банкротстве. Как вы можете заниматься этим делом, когда судья или администратор, когда существуют различные юрисдикции, существуют кредиторы в самых разных странах, существуют активы в самых разных странах. И как они все могут работать координированно. И как власти самых разных стран могут сотрудничать друг с другом и признавать решения других стран, если это более чем одно банкротство. Но, например, если это банкротство в Канаде, банкротство в Соединенных Штатах, и активы находятся в России. Это может быть очень трудно. И, как наш модератор указал, это становится еще более сложно. Потому что возникают трансграничные черты. Это дополнительный слой, который усложняет ситуацию. Также модератор сказала о том, что Россия сейчас на уровне детского сада. И Россия многому должна научиться в области местного банкротства и трансграничного банкротства. Мне бы хотелось вам сказать, что в Соединенных Штатах, а не все, и все еще учимся, как работать с банкротством. Это очень сложно. И экономика становится все более глобализированной. И мы меняем законодательство очень часто. Около 7-8 лет назад мы очень серьезно изменили законодательство. И сделали мы это для того, чтобы как-то справляться с трансграничными банкротствами. Мы хотим, чтобы система была организована. И чтобы проходило сотрудничество. И модельный закон, да. И мне кажется, что модельный закон сейчас был принят более чем 25 странами мира. И здесь мы смотрим на то, как могут судьи, администраторы или те, кто занимается доверительным управлением, как они могут работать вместе, как они могут сотрудничать и общаться. Для того, чтобы создать успех трансграничной реорганизации. Будь то слияние, ликвидация, продажа каких-то активов или удержание основного бизнеса. Очень много есть разных форм, которые используются для реорганизации бизнеса. Если у нас финансовые затруднения, требуется защита. Поэтому многие страны, Россия, Соединенные Штаты, Евросоюз, мы должны создавать какие-то общие рамки, в рамках которых мы можем сотрудничать. Помните о том, что цель реорганизации с точки зрения права, законов, которые принимаются, это спасти какую-то компанию, спасти бизнес, если это целезообразно, с точки зрения экономики. И для того, чтобы сохранить рабочие места, чтобы также сохранить какое-то юридическое лицо, которое платит налоги. Когда мы принимали наш модельный закон, который мы называем глава 15, это просто название закона, мы создали специальный режим, рамки или архитектуру, базу, для того, чтобы дела по банкротству из других стран получили бы доступ в суды Соединенных Штатов. И чтобы суды Соединенных Штатов могли бы каким-то образом дополнить работу иностранных судов или способствовать их работе. То есть, если, например, основной бизнес находится в России, и там происходит банкротство, это значит, российский суд или какой-то арбитражный администратор может обратиться в суд Соединенных Штатов, который обязан признать и одобрить иностранных представителей в иностранном парконстве практически при любых условиях. И когда американский суд признает иностранного представителя, то есть, что этот представитель действует от имени бизнеса, который находится в процедуре банкротства, то тогда можно обратиться в судебную систему Соединенных Штатов и подать любой иск. Они могут подать обычный судебный иск, они могут попытаться защитить активы, они могут остановить любых кредиторов от того, чтобы, например, захватить какие-то активы, которые находятся, например, в Соединенных Штатах. То есть, смысл состоит в том, чтобы основное производство, будь то в Канаде, Германии, России, где бы то ни было, и какие-то менее важные процедуры или производство, чтобы все это как бы сотрудничало, координировалось с основным производством. Вот это как раз госпожа Мохова описала эту процедуру как очень сложно с технической точки зрения. Но тот факт, что многие страны продолжают использовать вот этот модельный закон инфитрав, является как бы проверкой его на прочность, потому что это говорит о том, что он работает, но работает, конечно, в какой-то степени. Не существует идеальных законов. Ни один закон не идеален. Но мы разрабатываем эту систему, и глобальная экономика, и глобальная кредиторская система кредитов, поставщиков и так далее. Она требует того, чтобы был какой-то механизм достаточно разумный, который бы использовался в том случае, если компания оказывается в тяжелой ситуации, финансовой тяжелой ситуации, чтобы можно было как-то из нее выйти. И вот это вот и относится к бизнес-реорганизации. Мы стремимся к тому, чтобы реструктурировать компанию или бизнес, и также это можно применить и к процедуре ликвидации. В том случае, если активы находятся в разных странах, если кредиторы в разных странах, и также юридические адреса или офисы тоже находятся в разных странах. Ну, в связи с нехваткой времени я не буду затягивать свое выступление, но если у вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Или же могу предоставить вам копию своей статьи. Такой интересный мостик. Я возьму, наверное, с себя смелость опять от российских юристов заявить. Несколько нестандартно для российского правового мышления, когда механизм банкротства используется для проведения реорганизации, для того, чтобы с участием банкротного суда получить защиту от кредиторов в ходе реорганизации. Мы все-таки с вами больше привыкли смотреть на банкротные дела, как на дела компании, уже находящиеся в ситуации финансовых проблем, где реорганизация может быть одним способом выхода из этих проблем, а может и не быть выходом из этих проблем. Поэтому действительно такой интересный мостик между двумя частями нашей панели. И с вашего позвонения я передаю слово господину Кеселяну. Мы говорили, что в самом начале упоминаю, что одним из центральных вопросов трансграничных банкротств является вопрос поиска имущества по всему миру и включения его в единый банкротный процесс. Это как раз то, на чем господина Кеселяна специализируется и о чем мы попросим его рассказать. Добрый день. Я адвокат в Бразилии. Мы очень много занимаемся апелляционными делами. В апелляционном суде ведем дела. И я хотел бы рассказать вам о своем опыте работы в бразильских судах, которые занимаются поиском международных активов, постоянно, ежедневно, можно сказать. Но прежде всего хотел бы отметить, что Бразилия до сих пор не одобрила вот этот модель незаконной цитралы. Но мы движемся в этом направлении. И вот здесь второй председатель, который присутствует в бразильской унице, способствует тому, что бразильские власти это сделали. Может быть, вскоре это и состоится. Но мы всегда представляем кредиторов. И я всегда помню о двух проблемах. Для меня это ключ к успеху. Во-первых, нужно сохранить активы. Как бы вы их не понимали, какие бы они ни были. И получить наибольшую стоимость этих активов. И если у вас какие-то мошеннические процедуры банкротства, надо их найти. Мы занимаем... Вот всегда мы стремимся выявить, найти эти активы. И нам очень трудно все это делать, потому что вы сталкиваетесь с особенностями офшорной юрисдикции, которая, конечно, не принимает этот модельный закон на цитралы. И это создает много сложностей для того, чтобы подавать иски и использовать свои полномочия нам очень доверенного. Бразилия, как вы знаете, в Бразилии международное объявление, очень коррумпированное. И вот эта компания, она имела очень много счетов, даже в Швейцарии, International Airlines. И самый крупный кредитор, который сейчас находится в компетенции бразильских судов, там иск рассматривается, но он, конечно, задействовал много денег и пытался как-то похитить активы этой большой компании. Где-то 5 миллионов долларов. Бразильский суд пытался как-то вести переговоры со швейцарскими судами. Направили туда своего поверенного, пытались вернуть деньги, но мы так и не слышали никакого ответа реакции швейцарских судов. Мы вскоре потеряем все вот эти деньги. Это издала вера этот кредитор, кстати. Он не оплатил по счетам в Бразилии. И вот эта вот компания в Далавере, к счастью, имеет какой-то экономический интерес. У нее другие компании есть в Бразилии. Поэтому вместо того, чтобы написать какие-то там письма, письма в Швейцарии, мы попросили у бразильского судей вынести решение, постановление, не трогая это все слово. 100 тысяч долларов в день. Вот предписание. И сейчас, если компания в Далавере, она дотронется до этих денег, они оплатят соответствующий штраф. Вы знаете, мы в Бразилии такие креативные, хитрые, мы изобретаем все такие пути. Мы облегчаем возможность канала коммуникации со Швейцарией для того, чтобы не тратить очень много денег, усилий, персонала на всю эту процедуру. Но это, конечно, приводит к тому, что наша деятельность не очень продуктивна. Но когда вы сталкиваетесь с мошенничеством в сфере банкротств, и там очень много активов уходит куда-то в офшоры, то у нас раньше тоже была такая культура в Бразилии. Ну, раз деньги попали в офшор, все, и конец, ничего не сделаешь. Но сейчас, если вы посмотрите на Бразилию, вы увидите, что 2 миллиарда долг какой-то компании, очень богатой компании, в которой есть офшорные активы, с которой практически невозможно справиться. Но, тем не менее, мы используем все наши полномочия. Вот если мы создаем доверенного, он может найти, откуда, то есть, вернее, куда пошли деньги, где они находятся. И вот это дело в крупнейшем банкротстве в Бразилии, это был крупный банк. Мы отслеживали все эти деньги на офшорских счетах. Компания Уругвая, которая держала деньги в Майами, мы использовали вот этот закон, глава 15, и мы использовали его, и мы нас признали в Майами, и банк в Майами предоставил нам все данные. Потом мы выявили цепочку к другому банку, выявили еще один счет, который уже имел отношение к офшорному счету. То есть, мы потребовали раскрыть информацию, у нас было предписание. Мы выявили бенефициара и обнаружили, кто был контролирующим банком, и как эти деньги направлялись в офшорную компанию. Мы их нашли, и они были направлены назад в Бразилию, через другую компанию. И там 400 миллионов реалов было потрачено на какое-то строительство. То есть, вот без этого модельного закона в течение четырех лет мы смогли заморозить полтора миллиарда долларов в Бразилии. Только в трех случаях это нам удалось. И, конечно, огромный штат практиков, опытных, которые работали, и они должны работать по всему миру, выявляя вот эти все пути капитала. И, конечно, правовая система должна как-то дорасти до этого уровня нашей практической деятельности. Ну вот все, что я хотела сказать. Если у вас есть вопросы по футболу, по бразильскому чемпиону, то, пожалуйста, я вам с удовольствием отвечу. Спасибо за то, что в то время, как весь мир движется в направлении Бразилии, вы все-таки приехали к нам. Мы закончили со своими выступлениями. Может быть, есть вопросы аудитории или уважаемых наступающих друг к другу? Может быть, какие-то вопросы есть? Да, пожалуйста. Микрофон дайте, пожалуйста. У меня есть комментарии и вопросы. Модель Uncitralla основывается на концепции, то есть, если у вас имеется несколько юрисдикций, вовлеченных в банкротство компании, то есть, вы снижаете расходы всех этих производств, но вы повышаете окончательную выплату кредиторам в результате окончания этого процесса. И в некоторых ситуациях, в некоторых странах, у них вообще там не может быть и нет никаких активов, но, тем не менее, они участвуют в этом производстве, потому что они являются стороной. То есть страны даже, прежде всего, доверяют друг другу в рамках этого процесса и сотрудничают. В рамках судебной системы, коммуникации между судами и в предоставлении ответов на запросы. И, исходя из этого, у меня возникает вопрос. Чтобы страны делились с другими странами и предоставляли информацию о активах, которые используются для кредиторов и так далее, они должны быть подотчетны и ответственны. Они должны понимать, что в подобной ситуации к ним также отнесутся, как и они к своим партнерам. То есть это взаимный такой процесс. Судья Брукс очень хорошо рассказал, что одна из проблем – это то, что, например, проблема признания. Вот если суд вынес решение, а в другой стране нет модельного закона, будет ли в этой стране относиться к решению суда Соединенных Штатов так же, как и, например, к другому. Будет позитивное признание. И если вот этот модельный закон, на основании которого работают американские суды, то если бы этот модельный закон был бы принят и во многих других странах, то тогда надо было разработать модель сотрудничества на основе этого закона. И мой вопрос – Россия готова включить в законодательный процесс или в законодательство по крайней мере заявление о том, что они будут признавать другие страны в этом контексте? Очень трудно предоставлять информацию по активам и участвовать в разграниченных процессах в соответствии с модельным законом Унситрала. Но вопрос, проблема в том, готова ли Россия модернизировать свои законы, чтобы решить вот эту проблему, как другие государства в мире это сделали, чтобы отношение было друг к другу одинаковым. Итак, в первую очередь, если мы говорим о России, если мы говорим о типовом законе Унситрала, мы должны сказать, что он не инкорпорирован в Российской Федерации. И вот проект специального федерального закона, посвященного вопросам трансграничных банкротств, он во многом базировался на типовом законе Унситрала о трансграничной несостоятельности. И ключевые вот эти вот точки, ключевые точки, которые касаются сотрудничества судов, возбуждения производства, извещения иностранных кредиторов, так как они прописаны в типовом законе Унситрала, они также предлагались и в проекте федерального закона, посвященного трансграничной несостоятельности в Российской Федерации. Но, вы знаете, вот если мы будем говорить одной из таких характеристик, возможно, Российской Федерации в целом, мы все время стараемся идти своим путем. Мы все время стараемся, в определенных случаях это, безусловно, обоснованно. В определенных случаях видится, что, делая такой выбор, нужно принимать все правовые последствия, все риски на основе изучения теоретической базы. О чем я говорю? В том, что, несмотря на то, что все ключевые точки типового закона содержались в проекте закона о трансграничной несостоятельности в Российской Федерации, они отличались от предложенного варианта. И поэтому, когда мы говорим о международном опыте, о том, как он реализуется посредством типового закона Юнситрал, если мы говорим о том, как Российская Федерация планирует вот эти вот вопросы решать в рамках ее специального правового регулирования, то не полностью совпадают позиции. То есть не полностью воспроизводится модель типового закона Юнситрал, то, о чем говорил судья Брукс, в проекте федерального закона о трансграничной несостоятельности. И когда мы говорим о сотрудничестве судов, и когда мы говорим о доступе к иностранным активам, и когда мы говорим о защите прав местных кредиторов в тех случаях, когда нет активов на территории данного государства, о многих других случаях, о которых шла речь, то, я уже эту мысль озвучила, мировой опыт, те наработки, которые были сформированы мировым опытом, они не полностью внедряются в проект федерального закона. На сегодняшний день работа приостановлена. Что это означает? Это означает, что все комментаторы могут вносить какие-то свои предложения, то есть может быть дальнейшее изучение темы. Те специалисты, которые занимались разработкой законопроекта, и те, кто владеют этими данными, они уже тогда говорили, давайте посмотрим на наших зарубежных партнеров, давайте посмотрим, к чему привели их результаты, давайте посмотрим и сделаем какие-то свои выводы. Но для большинства министерств и ведомств уже используемые конструкции были такой новинкой, что, по-видимому, без оседания правовых конструкций в умах очень широкого круга лиц, не получится никакая дальнейшая работа, не получится никакого шага, не получится никакого создания специального правового регулирования в таком ключе. Я, с Вашего позволения, тоже два слова добавлю, что действительно для того, чтобы Россия сделала какой-то прогресс по обоим вопросам, трансграничным реализациям, трансграничным банкротством, нужно разработать инфраструктуру, о чём мы сегодня целый день говорили, инфраструктуру доктринальную, законодательную, судебную практику наработать, и мы по этому пути потихонечку, понемножку движемся, действительно мы всего лишь в самом его начале, понемножку движемся. Но вот в трансграничном банкротстве, как Вы абсолютно правильно подметили, здесь ещё второй блок вопросов возникает, вопрос чисто политический, доверия правовых систем, это в меньшей степени применимо к реорганизациям классическим и в большей степени к банкротствам. Но я абсолютно тоже согласна с Еленой, что этот вопрос, он очень важен, и он будет тоже во главе угла в определённый момент стоять, но, наверное, для того, чтобы до него дойти и чтобы не бояться эту политическую волю каким-то образом проявить в том или ином направлении, нам сначала нужно вот этот первый вопрос решить с инфраструктурой. Нам нужно в голове уложить базовые конструкции, как они будут работать, и только потом понять, страшны они нам, не страшны, согласны мы, не согласны сотрудничать. Вот действительно у нас впереди очень большой ещё длинный путь. Но, слава Богу, видите, начиная, в чему подтверждением является наша с Вами сессия, а мы по этому пути движемся. Ещё вопросы, коллеги? Спасибо огромное за Ваше внимание. Спасибо, что были сегодня с Вами, а с нами, и, видите, мы даже чуть-чуть пораньше закончили. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ